Всем привет дорогие друзья, гости и подписчики моего канала. Сегодня будет еще один обзор очень интересного ножа от компании Венгер. Для начала хочу сказать всем спасибо за ваши поздравления на мой день рождения. Это круто, это здорово. Много очень людей меня поздравило. Конечно, это очень приятно. Вот, но мой друг Игорь подарил мне вот такой вот замечательный нож Венгер. Ну и просто надо было в этой ситуации снимать распаковку, снимать все мои эмоции, как я обалдел от такого подарка. Это просто вообще огонь просто. Цензурные слова даже как-то сложновато подобрать. То есть я очень сильно радовался, испытал восторг от такого здоровского подарка. Модель Венгер. Она такая, ну достаточно ранняя для нынешнего года. Ей может быть даже 12 лет. Но об этом позже расскажу. То есть Игорь спасибо, ребят. Даже можете в комментариях написать спасибо Игорю, так как это и для меня такой здоровский подарок. И я вам смогу сделать и обзор, и посравнивать инструменты. И не так-то просто найти такой вот нож, особенно в минтовом состоянии. Ну и не просто на обзор его получить, а получить его в подарок. И соответственно будут тестироваться все инструменты на этом ноже. Ну, без хард-юза, разумеется. Ну, тем не менее. Итак, модель Classic 28. Также она была известна под названием Champ. Последнее упоминание об этой модели было в каталоге 2008 года. Кстати, видео про каталог Венгер не так много людей посмотрело. А зря. Давайте немного не в тему скажу. Но в 2009 году в каталоге Венгер присутствовал такой классический Венгер. То есть реплика на раннюю модель. И это было действительно интересно и здорово. То есть еще один плюсик для компании Венгер. То, что она классику не забывает. Компания Victorinox, к сожалению, нечто подобное сделала несколько позже. Вот. То есть в 2008 году было последнее упоминание об этой модели. Там на фотографии не видно. Но я в описании инструментов читал. И там уже ножницы, да, имеют вот этот микросерейтер. То есть, ну, надо полагать, что тут все более-менее правильно. Я вот стараюсь максимально конкретную информацию найти. Не могу на 100% быть уверенным в достоверности ее. Но, тем не менее, в более поздних каталогах такая модель не встречалась. То есть 2008 год, представьте, 22... О, 12 лет этому ножу. Ну, приятно такой ранний нож, конечно, получить. Кстати, по названию чемпион вполне возможно, что вот эта вот модель в свое время конкурировала с чемпионами от Victorinox. Swiss Champ появился в 1985 году. Ну, до этого также были чемпионы от компании Victorinox. Но они там 6-7 рядные были. И вполне возможно, что в свое время эта модель конкурировала с этими ножами. Ну, а потом уже появились какие-то более фаршированные Swiss Champ. Ну, и уже другие модели от Wenger начали конкурировать со Swiss Champ от Victorinox. Например, даже в каталоге 2008 года есть нож SuperTalent 54. Ну, мы его тоже, если даже не от компании Wenger, то от компании Victorinox хотя бы возьмем за обзором, протестим. То есть, но это будет попозже. Вот. То есть, даже уже в 2008 году были более фаршированные модели. Ну, и вполне возможно, что перестали называть конкретно вот эту модель чемп, а просто оставили название Classic 28. Вот. Так, давайте. Тут еще и накладки мне прислали. Новые такие вот здоровские накладки от Wenger. Очень приятно. Так, давайте. Коробочка. Тут, видите, есть на русском языке надписи. Надписи 5 лет гарантии. Но это, я так понимаю, что конкретно вот эта фирма, ритейлер, да, 5 лет гарантии предоставляет. Вот такая вот коробочка. Приятно, что на русском языке. Но тут тоже уже есть одна интересность. Давайте я вам покажу инструкцию к этому ножу. Не могу я кратко вообще все это рассказывать. Тут многое хочется рассказать. Смотрите, инструкция на русском языке. Это здорово, это классно, да. Вот все функции, как складывать, если бы нож был замком. А вот интересность, посмотрите. Вот, посмотрите. То есть, тут небольшие вот ножи у нас, да. Ну, как я понимаю, наключники. И у них, получается, был фиксатор клинка. То есть, клинок раскладывайте, он встает на фиксатор. И чтобы его сложить, надо было выдвинуть пилочку для ногтей на 90 градусов. Видимо, она отжимала фиксатор. И, ну, соответственно, инструмент можно было сложить. То есть, я думаю, тут такой же принцип, примерно, как вот, например, на вот этом вот мультитуле. Свисту сперед, вот инструмент разложен, да. Он на замочке у нас не складывается. Вы можете извлечь другой инструмент. На 90 градусов замочек отожмется. И вы их уже складываете. То есть, вот такую вот интересность я обнаружил. Ну, тут как смазывать, как открывать консервы. Ну, чего-то такого еще особенного в этой инструкции нет. Ну, и подписи главных инженеров. Да, привет всем Саюкам, Венгера и Бориша, как я обычно говорю. Ну, и давайте теперь сам ножичек. Видите, вот он еще в пленочке. Это вот такая целочка. Вообще, прямо огонь. Классно. Так, в общем, это у нас 8 рядов инструментов. Черные накладки. Ну, тоже в хорошем состоянии. Есть какие-то царапинки. Но это не важно. Это не так важно, на самом деле. Вот, ну, давайте начнем с инструмента. Первый ряд, это у нас вот такой вот клиночек. Вот, видите, все породистые надписи. Тут буква W. А пружинки, кстати, послабее, чем у Виктора Инокса. Все, ну, тем не менее. Это так и есть на Венгерах. Тут у нас пилка для ногтей в одном айду с клиночком. Далее. Вот такой вот, такая вот классная. Вот тут пружинка прям помощнее. Крестовая отвертка, она должна фиксироваться. Сейчас мы с вами посмотрим. Так, давайте придавим. Да, она фиксируется. То есть, сложить ее уже не представляется возможным. И это действительно здорово. Это классно. Потому что, ну, крестовая отвертка, на нее можно и какие-то усилия уже приложить. И то, что она фиксируется, это классная фича. Если, например, для вот этой отвертки, ну, не так это востребовано, то вот для крестовой отвертки это действительно здорово. Респект компании Венгер. Далее у нас такой вот идет ключик. Тут как бы показано, как им работать, как откручивать, как закручивать. Вот такой многофункциональный ключик, да, под несколько размерностей гаек, болтов. Ну, опять же, тут видите, из-за толщины инструмента не везде таким ключиком подлезешь. И надо вот как-то все это перемещать. То есть, чтобы, получается, откручивать, да. Сюда упираем, чтобы закручивать. Соответственно, вот так вот переворачиваем. Ну, не самый удобный, не самый полезный инструмент. Давайте целочку сорвем в прямом эфире. Блин, накладочка. Посмотрите, какая она красивая. Ну, посмотрите, вообще здорово, здорово, классно. Так, ну, то есть, не самый полезный инструмент. Но, тем не менее, вполне возможно, для кого-то он и будет полезен. Вы пишите в комментариях вообще и свои мысли, конечно, и как вообще протестировать какие-то инструменты на этом ноже. Потому что, например, дальше у нас идут вот такие вот ножницы. Но они тоже, судя по всему, новые, да. По люфтам. Ну, практически нет, ну, нет люфтов, да. То есть, вот, новые ножницы, да. Пишите, на каких материалах их протестировать. Конечно, пожарный рукав мы ими не будем резать. Ну, потому что хочется все-таки сохранить этот стул. Ну, какие-то такие простые материалы. На них, конечно же, можно протестить там паракорд какой-то, картон и прочее, прочее. Вы пишите, и, может быть, я вашими подсказками воспользуюсь. Ну, то есть, вот такие вот ножницы. Режущая кромка, микросерейтер. Приятная очень конструкция. Вот сама и ограничитель, тут и вот эта пружинка. Сама конструкция поинтереснее, чем даже у Викторинокса. Ну, вот микросерейтер. Вот, то, как сами вот эти режущие кромки, этих ножниц изготовлены, ну, несколько проигрывает, на мой взгляд, они Викториноксу. Далее у нас идет пила. Ну, обычная пила по дереву. Понятное дело, она короче, чем в ноже Викторинокс, так как это формат 84 мм, вот Викторинокс 91 мм. А пила покороче, мы протестируем, посмотрим. Следующий инструмент, это у нас вот такой вот двусторонний напильник. Тут поменьше, тут побольше. И пила по металлу также присутствует. Ну, тоже протестируем. Тесты напильника от Викторинокс были. Ну, и вот, я думаю, от Венгера тоже напильник надо затестить. Ну, посмотрим, на что он способен. Ну, я думаю, что примерно то же самое, скорее всего, будет. Опять же, он, конечно же, покороче в угоду формата этого ножа. Далее у нас тут идет вот такой вот инструмент. Это рыбочистка. Тут такой некий проводок для лески. Я не знаю, зачем вот эта выемка. Эта выемка для вытаскивания крючков. Ну, если вот на Викториноксе на таком инструменте есть линейка, то вот тут чисто рыболовная такая приспособа. По поводу ее полезности сложно прямо однозначно что-то сказать. Но, тем не менее, я пробовал подобной рыбочисткой Викториноксе чистить рыбу. Ну, вот в домашних условиях неудобно. Чешуя разлетается. Проще это как-то ножичком сделать. Ну, на природе некоторые даже пакет полиэтиленовый одевают, и чтобы нож не засаялся, прям чистят рыбу. То есть, ну, инструмент неоднозначный, но на этом ноже он присутствует. Далее, такой вот необычный достаточно инструмент. Это у нас вот такое вот увеличительное стекло. Давайте я вам что-нибудь попробую увеличить. Вот, видите. Да, увеличительное стекло и плоская отвертка. На Викториноксе же у нас этот ряд, где увеличительное стекло, реализован вот так вот. Ну, и я лично считаю, что на Викториноксе более грамотное, более интересное решение, чем вот такой, ну, достаточно непонятный инструмент. Я думаю, тут проще было сделать так же, чтобы с этой стороны увеличительное стекло, а тут какая-то отвертка, может, даже не крестовая, ну, хотя бы плоская. Ну, тут в одном инструменте все, и вот все пролазность этой отвертки, ну, я думаю, оставляет желать лучшего. А так бы у нас, ну, отвертка была бы, понятное дело, покороче. Тут было бы вот это чисто увеличительное стекло. Ну, и отвертка, например, вот такая по длине, да, ну, все равно куда-то есть что-то можно было подлезть. То есть, тут интересный инструмент, но реализован, на мой взгляд, не совсем правильно, не совсем грамотно. Венгеровская открывашка для консерв. Ну, про ее отличия я рассказывал в прошлом видео. В прошлых видео о Венгерах останавливаться подробно не будем. Тут же у нас идет открывашка для бутылок, она же отвертка, тут же паз для сгибания проволоки и зачистки изоляции. Ну, и, понятно дело, если на крестовой отвертке фиксация есть, то и тут она, скорее всего, присутствует. Да, присутствует. Ну, тоже я про нее рассказывал уже. Сейчас не будем подробно останавливаться. Так, далее на спинке рукояти. Вот такое вот шило. Оно просто полоска металла, даже такая не совсем острая, без всяких режущих кромок. Ну, тем не менее, не самое лучшее шило. Ну, тоже потестируем, посмотрим, я думаю, да. Так, и далее у нас, видите, тут часовая отверточка, вот, Викторинакс вкручена. Ну, вот такой вот штопор, тут паза под иголку никакого нету. Ну, тем не менее, вот такой штопор. И тут, смотрите, он как-то немного смещен, получается, что ли. Ну, возможно, бутылку открыли как-то. И вот так вот получилось. То есть, ну, вот, по качеству пока вот только вот такой вот один нюанс есть. В плашках у нас зубочистка. Ну, тут конструкция, видите, она как бы внутри, изнутри открывается. И меньше вероятности ее потерять, кстати. Это плюс, по большому счету. Ну, и вот такой вот пинцетик. Я думаю, тоже тут все понятно. Колечко тоже такое поменьше, чем на Викториноксах, да. Вот, вы видите. Ну, и темлячок от компании Викторинокс тоже. То есть, вот такой вот ножичек у нас. И я сейчас, секунду на паузу встану. Еще чехол где-то был. Да, вот у меня вот такой вот чехол от Венгер. Породистый чехол такая. Кожа приятная, мягкая. Ну, я так понимаю, что он и под более крупные ножи по числу едов подходит. Тут у меня такая горизонтальная петля. Такой вот подвесик есть. Чехол на кнопочке. Ну, достаточно приятный чехольчик. В общем, вот такой вот безумно интересный экземпляр швейцарского ножа Венгер. Есть что протестировать, есть что посравнивать. Будут наверняка тесты у меня. Ну, отдельных инструментов в этом ноже. Вы пишите в комментариях, и ваше мнение тоже будет учитываться. Без хард-юза, понятное дело. Но мы потестим, посравниваем. Ну, и потом какое-то итоговое сравнение сделаем. Вот этой модели с подобными моделями ножей Викторинокс. Вот. Еще раз спасибо моему другу Игорю. Очень интересный нож. Я просто в таком восторге сегодня. Вообще, отличный подарок на день рождения. Посмотрите, какие накладочки. Ну, вообще классно. Надо пленочку будет обратно прилепить. В общем, вот такой вот ножик. Ладно, ребят, давайте. Всем вам большой респект. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok